за последнее время довольно сильно изменился и магах и меркавки и особенно они сильно изменились на низких уровнях и если раньше я всегда был абсолютно точно уверен что меркавки там 5 6 уровня топчики и магахи в общем-то как альтернатива конечно интересно попробовать но не сравняться с меркавками то сейчас конечно все стало гораздо интереснее и после того как я потестировал и магахов и меркавок в общем-то мое мнение изменилось что меркавки однозначно лучше но давайте рассмотрим эти оба танка на 5 6 уровнях но они плюс минус там похожи не сильно отличаются в общем будем говорить именно о пятом и шестом потому что на четвертом в общем-то меркавок нету на седьмом премиумная меркавка одна и в общем-то уже нету магахов поэтому 5 6 уровни под прицелом сегодня и начнем мы с магахов поговорим о плюсах и минусах если говорить о броне то магахи точно не обладают какой-то хорошей броней там достаточно большое такое зеленое нлд в общем-то с прочности у них все в порядке они этим не обделены хотя конечно поменьше чем у меркавки но и что самое интересное наверное это орудие с чем мы собственно выезжаем воевать здесь есть шикарнейший выбор и бронебойные снаряды и кумулятивные снаряды и бфс и на самом деле все три типа снарядов они достаточно живучие и актуальны то есть можно и теми и другими пользоваться но в целом если взять как раз таки снаряды то это определенно большой плюс если сравнивать с меркавкой здесь пробития больше в общем-то на всем пробитие больше и на бронебойных и на кумулятивных и на бфс и в целом достаточно можно неплохо катать именно в комбинации кумулятивные снаряды плюс бфс а собственно почему именно бфс и вроде бы там альфа небольшая но бфс и будет очень сильно вам помогать а когда вы будете сталкиваться с целями которые вы просто-напросто не бэбэшками не кумулями не сможете нормально пробивать и тут приходит на помощь именно бфс если вы будете встречаться на пятом уровне с шестерками это боль каким-то мбт-70 кпз-70 или советские танки которые меня последнее время удивили я думаю нужно будет им тоже отдельное внимание уделить так что это как бы периодически то есть очень много на этих уровнях зависит в целом от того против кого попадаете на пятерках против шестерок попадаете вам будет тяжко на шестерках против семерок этот это к каждый уровень чувствуется довольно таки сильно но в целом бфс и как я уже сказал это довольно таки хороший ответ на вот такие цели которые вам тяжковато будет пробивать здесь в отличие от меркавки нету барабана и вы стреляете довольно таки все таки часто каждые 4 там с копейками секунды так что в целом по урону магахи довольно таки хороши то есть сам по себе кстати урону снарядов тоже немножко побольше чем у меркавок ну это наверное нормально учитывая то что все таки у меркавы там барабан а так что в итоге получается что магах на данный момент довольно таки удобная машина здесь есть увы и не 10 градусов то есть опять же это означает то что вы можете без проблем от рельефа отыгрывать и скрывать свое зеленое нлд и в общем то это частенько помогало так что это довольно таки удобный танк здесь шикарнейшая точность скорость прицеливания вены здесь абсолютно все это есть как бы я не могу сказать что что меркавки что магахи это очень комфортные танки на этих уровнях но тем не менее по крайней мере пока берем магаха на магахи можно довольно таки неплохо играть теперь давайте перейдем к меркавки плюсы меркавки как и всегда были это большое количество прочности там под 4000 на этих уровнях это достаточно много плюс у них всегда был то что довольно таки неплохая броня ну то есть все еще например если взять 6 по крайней мере уровне там довольно таки небольшое нлд на пятом уровне конечно они с магахами не сильно отличаются вот на 6 уровне меркавка все-таки броней уже выделяется но и плюс нет нет все таки она танкует бортами кумулятивные снаряды туры хотя опять же это очень странная сейчас история почему-то экраны и всякие такие резиновые юбочки внезапно стали после ребаланса 3.0 просто невероятно танковать кумулятивные снаряды и поэтому если вы играете даже на этих уровнях теперь на кумулятивных снарядах это отдельная боль то есть магахи вытаскивают за счет большого бронепробития и ими более или менее комфортно играть а вот если опять же я когда пересел на меркавку я решил провернуть тот же самый номер кататься с кумулями и бфс ами и все было уже достаточно печально в общем из плюсов у меркавки определенно большое количество прочности здесь есть довольно таки неплохая броня и здесь есть что самое главное барабан если вы умеете отыгрывать как надо на барабанном танке то меркавка из позиции из какой-то будет наваливать очень неплохо но опять же это будет зависеть от чего будет ли будете ли вы хорошо наваливать или нет будет зависеть сильно от целей которые перед вами будут то есть меркавка может как очень сильно порадовать так и очень сильно опечалить как как раз со мной произошло на последнем стриме тут мы сталкиваемся с минусами меркавки и первый минус и довольно таки большой как раз а в общем то на самом деле он наверное самый главный это плохое бронепробитие что бронебойных снарядов что у остальных снарядов если вы попадаете на против танков выше уровнем то просто единственно опять же чем вы сможете более или менее вытаскивать это бфс ами бфс и могут компенсировать но с бфс ами тоже есть свои нюансы например советским танком в нлд бфс и захоть залетают где-нибудь с уроном 130 вот как бы представьте да совет вам каким-нибудь кумулем таким смачным выдает там на 800 а то и на 900 а вы ему отвечаете плюхами такими небольшими под затыльниками по 130 по 150 урона и это приводит конечно к большому унынию то есть если вы попадаетесь к своим уровнем или ниже в целом меркавка реализовывается классно все так же если вы попадаете к уровням выше то жопа пушка здесь также как и магах довольно таки точная быстро сводится с этим проблем нет венов здесь конечно поменьше уже чем у магаха это 7 градусов они 10 так что тут уже в копилочку плюс определенно идет магах ну и из минусов наверное еще то что меркавки славятся тем что них двигатель впереди и он периодически горит да поэтому всегда таскайте собой огнетушитель и желательно доп защиту в оборудовании для того чтобы у вас этого это меньше происходило если у вас это всего не стоит то подгорать вы будете достаточно часто ну и желательно если командир у вас тоже будет усиливать какие-то моменты в общем это в принципе болезнь всех меркавок на всей ветке и к этому нужно будет привыкнуть и ставить правильное просто оборудование в итоге оба танка нельзя назвать комфортными для этих уровней но если их сравнивать то можно сказать что магахи это больше про комфорт у вас лучше у вены и у вас больше бронепробития меркавки же это про большее количество прочности и потенциально больший урон за счет этого самого барабана но как и на магаха как и на меркавках все будет очень сильно зависит от того в какие ситуации против каких противников вы будете попадать по итогу я бы не мог склониться однозначно какой-то ветки магахов или меркав ну а что думаете вы пишите в комментариях не забывайте ставить лайкос и подписываться всем пока